Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 24 сентября. Память преподобного Коприя. Святой Коприй родился на Гноище. Это навозная куча. Близ стен обители преподобного Феодосия Великого, начальника общежития. Мать его бежала от преследования агарян со многими другими, чтобы искать в себе защиту у стен обители преподобного. Когда агаряне удалились, монахи вышли из монастыря и нашли на Гноище новорожденного младенца. По приказанию своего игумена, великого Феодосия, они взяли младенца и нарекли ему имя Коприй. Ребенок питался козьим молоком. Для этого иноки нарочно выбрали из стада особую козу. Всякий раз, как младенец просил пищи, коза эта сама отделялась от стада овец, среди коих она паслась, сходила с горы и, накормив младенца, опять возвращалась в стадо. Так делала она до тех пор, пока младенец не стал принимать твердой пищи. Когда юный Коприй достиг совершеннолетия, его особенно полюбил преподобный Феодосий Великий. За свою благочестивую жизнь он вскоре садился с жилищем Святого Духа. Даже дикие звери слушались его. Так однажды он увидел в монастырском саду медведя, пожиравшего огородные овощи. Святой взял зверя и вывел вон из стада, запретив ему боли и входить туда. А в другой раз он поднимался на гору вместе с ослом, чтобы привезти в обитель дров. В то время, как он начал собирать дрова, медведь укусил осла в бедро. Тогда Святой Коприй возложил на медведя дрова и сказал ему, «Ты теперь должен работать до тех пор, пока осел выздоровеет». Медведь послушался его и носил дрова и воду, пока осел выздоровел. Тогда только преподобный простил зверя. Некоторое время Святой Коприй служил в монастырской поварни. Однажды кушанье в котле стало кипеть и выходить через край. Не найдя вблизи ложки, преподобный начал снимать пену обнаженной рукой, затем рукой же помешал кушанье в котле и тем прекратил кипение, а сам остался совершенно невредим. Преподобный достиг 90-летнего возраста и сиял среди иноков, как солнце. Он удостоился получить священный сан и был украшен всякими добродетелями. Часто удаляясь в уединенное место, он усердно молился Богу. Преподобный Феодосий Великий, уже в то время скончавшийся, являлся иногда ему и, став рядом, пел молитву вместе с ним. И явившись ему в последний раз, он сказал ему «Вот коприй, настала пора оставить тебе временную жизнь. Приди к нам в уготованное для тебя место упокоения». Вскоре после этого видения дивный угодник, поболев малое время и простившись с подвижниками, приставился ко Господу. Он скончался около 530 года. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.